Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Сегодня я хочу посвятить эфир теме карантина, который существует в нашей стране. И вы все прекрасно знаете, что вот тот механизм карантина, который сейчас существует в Казахстане, он по сути приводит к разорению миллионов, к потере рабочих мест. У нас миллионы сейчас безработных. Я разговариваю с разными слоями населения, с бизнесом, который говорит, что они уже не видят никакой перспективы. И они пишут письма на имя Токаева, пишут министерство, и там обратной связи нет. Они жалуются, говорят, что это глухое правительство. Помните, как Токаев говорил, слышащие правительства и так далее. Они четко говорят, что это глухое государство, глухое правительство. Также мы знаем, что очень многие люди в период карантина потеряли работу. Миллионы, несколько миллионов человек только по официальным данным потеряли работу в период карантина. Но, тем не менее, у них есть кредиты, ипотечные займы. Они взяли кредиты на покупку жилья и в связи с тем, что в период карантина потеряли работу, и после карантина тоже теперь нет работы. Получается, что теперь они не могут оплатить ни проценты, ни основную сумму по тем кредитам, которые были взяты на потребительские цели, на ипотечные займы. Но при этом приходят коллекторы, нещадно отбирают у них жилье, имущество. То есть, фактически, сейчас в Казахстане сложилась трагическая ситуация. Ну, только сегодня комиссия заявила, что отдельные виды предприятий, парикмахерские, бани, объекты, скажем, типа мечети и так далее, по особому распоряжению мечети в частности будут работать. Всем остальным разрешается работать в субботу-воскресенье. Но мы знаем, что правительство заявляет о новой волне развития коронавируса, и все со страхом ждут принятия нового решения, чтобы фактически оказаться в той же самой ситуации, когда вся страна сидела на жестком карантине, так называемом, в марте, в апреле, в мае, когда никто не мог выйти на работу, штрафовали. Соответствующие органы. И, по сути, сейчас все в тревоге ожидают, что выйдет такое же решение. Но вы прекрасно знаете, что у нас в Казахстане такой странный коронавирус, когда в будние дни можно работать. Причем не по той формуле, которая раньше работала допоздна, допустим, некоторые предприятия, до 7 вечера. И в субботу-воскресенье эти предприятия не работали. Более того, в субботу-воскресенье считается, что коронавирус в Казахстане почему-то так разгуливает, что гражданам запрещают перемещаться, автобусы не ходят. Ну вот, это какой-то абсурдный прием борьбы с коронавирусом. Абсурдный, потому что я такого не знаю. В нормальных странах нигде такого нет. Если и есть угрозы коронавируса, то это масочный режим, все предприятия работают. Когда европейские страны брали перерыв на два месяца, когда все садились на жесткий карантин, что они сделали? За это время они инвестировали в серьезные средства, инфраструктуру, здравоохранение. Наладили, по сути дела, методики управления и борьбы с этой болезнью. Разработали меры поддержки. Все медицинские учреждения сейчас так сформированы и построены, что могут принять большое количество людей. И Европа теперь говорит о том, что не собирается применять жесткие меры, даже если будет болезнь сильно разворачиваться, развиваться. Сейчас карантин в той жесткой форме не будет. Более того, раньше было, если приезжие приезжают в страну, срок самоизоляции 14 дней. Во Франции, в частности, сделают 7 дней. Но я не знаю ни одной европейской страны, чтобы вот так вот в субботу-воскресенье коронавирус говорили, что гуляет вовсю. И поэтому опасно в субботу-воскресенье, а в будние дни, пожалуйста, работайте. То есть такого абсурда я не видел нигде. Ну и собственно мы все прекрасно понимаем, что это было сделано в тот период, когда демократический выбор Казахстана объявил о субботаже. Мы проводили его в субботу и именно в тот период правительство решило, что в субботу-воскресенье коронавирус опасен и ввело такие ограничения. Но мы затем ввели в пятницу и в пятницу эти надзирающие органы бегали, требовали, чтобы люди разбегались. Хотя существует масса мероприятий по всей стране, где присутствуют тысячи людей и надзирающие органы молчат. И таких примеров можно привести сотни. Вчера в Казахстане как бы состоялся разрешенный митинг. Самое смешное, что Мамай целый месяц говорил о том, что состоится митинг, но его никто не задерживал, не обменял, не сажал на 15 суток в тюрьму. Потому что на тот момент у него не было никаких разрешений. Ну и в Алма-Ате я видел, что подали заявку на митинг 6 сентября и уже экстренно было выдано это разрешение со стороны городских властей. Это вообще беспрецедентно. Это то же самое в Ак-Тюбе и других городах. А я знаю прекрасно случаи в Таразе, когда гражданский активист подавал заявку на митинг первый раз, второй раз. А затем его затащили в полицию, избивали и при этом сказали, чтобы мы тебя больше не видели, чтобы ты третий раз не подавал заявку на митинг, а то вообще просто уничтожим. Вот она реальность. Что делает власть? Власть имитирует демократические процессы, имитирует, что нет проблем, можно получить разрешение на митинг. Для чего все это делается? Для того, чтобы Запад не говорил, что Казахстан не выполняет международные договора. Что права человека, которые закреплены в Конституции, право на митинги, право на собрание, право на свободу слова, что это не пустой звук. И таким образом власть формирует подставные структуры типа ДПК Мамая и позволяет им выходить на митинги. Ну там было всего-то 100-150 человек, из них понятно, что значительная часть были представители Акимата, Комитет национальной безопасности. Вы вообще видели в нашей стране митинги, чтобы государственные средства масс информации или какие-то издания все это освещали без проблем. Закон КИЗ, КТК, Хабар, все другие издания все это подали. Там работали государственные структуры, проверяли маски, расписали места. Где вы такое вообще видели? Вы знаете, что настоящий митинг это когда бегает ОМОН, когда разъеренная полиция захватывает людей, бросает в автозаки, сажает в тюрьмы. Вот где правда, вот где настоящий голос народа. А когда вот такого рода мероприятие проходит под эгидой государства, когда появляется представитель Акимата, говорит, когда кто-то из митингующих сказал «Шалкет», он подошел к Мамаю и сказал «Вы несете ответственность, что это не совпадает с темой митинга». И через некоторое время митинг был свернут. То есть вы понимаете, для каких целей делается. Это я все озвучиваю для тех наивных и неопытных политических, которые вчера бегали за Касановым. Сегодня они якобы являются сторонниками вот такой подставной партии. Для чего все это было сделать? Для того, чтобы распылить протестный настрой. Протестный настрой сейчас жесточайший. В самых отдаленных аулах люди против этого режима. И вообще сейчас наступила критическая ситуация для всех авторитарных режимов, особенно в постсоветских странах. Вы видите, что происходит в Беларуси, когда сотни тысяч человек выходят на улицу, несмотря на репрессии. Они объединяются. Совсем недавно они боялись выходить на улицу, а сейчас десятки тысяч выходят на улицу. Женщины организуют женские марши и ОМОНы ничего не могут сделать. Очевидно, что все равно шаг за шагом этот нелегитимный президент уйдет в отставку и белорусский народ добьется успеха. Это очевидно для всех. Потому что когда основная часть населения отказывается подчиняться этому президенту Лукашенко, я в кавычках говорю, то неизбежно, что бы он ни делал, какой бы он ни получал поддержку от Путина, конец один. Он уйдет в отставку при любых обстоятельствах. Если не успеет убежать, то однозначно будет предан суду. Так вот, в Казахстане аналогичные ситуации. Я сейчас разговариваю с огромным количеством людей. Они все просто яростно настроены против действующего режима. Они мне рассказывают настроения людей, настроения плохие для этого режима. И, соответственно, режим будет давать мелкие бодачки, распылять вот такими мелкими протестами, чтобы возмущение людей размылось по маленьким митингам. Когда матери собирается несколько десятков человек, требует, чтобы государство обратило на них внимание, чтобы небольшая кучка предпринимателей писали письма, кто-то петиции. И таким образом этот протест не объединяется в одну силу, а размывается по всей стране. Вот, собственно, таким образом режим хочет поддержать свою жизнеспособность. Поэтому, уважаемые друзья, мы должны это понимать и объединяться в большую единую силу. Именно это представляет угрозу для действующего режима. Я сейчас хотел бы озвучить те требования, которые мы выдвигаем на митинг 25 сентября в 19 часов дня. Это требование, чтобы каждый гражданин нашей страны получил 100 тысяч тенге от государства. Именно от государства в качестве компенсации за те потери, которые каждый гражданин понес в период карантина, который был объявлен этим правительством. При этом было объявлено бездарно. При этом, если основные ведущие страны мира поддерживали своих граждан, выплачивали компенсации на три месяца вперед, компенсации получали предприятия, были сохранены рабочие места, наше правительство, но султан Назарбаева, бросило своих граждан. Сейчас ходят коллекторы, разоряют людей. Многие просто потеряли какие-то свои доходы. Ситуация очень плохая. И, конечно же, в этой ситуации мы должны, как политическая сила, организовать. Организовать это недовольство и добиться изменений, добиться перемен. А перемены у нас простые. Смена действующего режима Мурсултана Назарбаева, воровского и мафиозного. Эта мысль сейчас обладела миллионами. Когда эта мысль будет объединена среди этих миллионов, она превратится в материальную силу. Очевидно, что действующее правительство обязано каждому выплатить 100 тысяч тенге. Очевидно, что те кредиты, которые сейчас имеют наши граждане, 7,5 миллионов человек, для нашего государства это вообще ничего не значит списать 10-12 миллиардов. В масштабах того, что есть у нашего государства, это вообще ничего. Я по этому поводу уже комментировал. Наши многие граждане не верят в свои силы. Я сейчас разговариваю с людьми, они говорят, да, они ненавидят режим, да, они хотят, чтобы произошли перемены. Но при этом многие говорят, ничего у нас не получится, люди не выйдут на митинг, они не верят в свои собственные силы и просто недовольны. И все. Есть, безусловно, есть процент активных людей, которые готовы действовать. Я в этой связи хотел бы пояснить, что нам нужно делать, как добиться перемен. Первое. Как добиться отмены карантина? У нас есть требование. Стоп карантин. Стоп карантин. Списать. Амнистия должна быть кредитов. 100 тысяч тенге. Шалкет. Свободу политическим заключенным. Это полный перечень наших требований. Итак, как добиться отмены карантина, который сейчас фактически разоряет миллионы, не дает возможности работать, не дает возможности жить. И мы понимаем, что этот действующий режим ввел карантин в той форме, которая сейчас есть, для того, чтобы ограничить права и свободы граждан, для того, чтобы люди не выходили на митинги, для того, чтобы не было ситуации, как в Беларуси, и для того, чтобы Назарбаев дальше продолжал управлять страной и красить десятки миллиардов долларов. Что нужно сделать? Очень просто. Нужно прекратить ныть, сидеть на кухне, говорить, что я ничего не могу, а просто присоединиться к нашему сопротивлению, к нашему движению. 25 сентября в 19 часов мы организуем митинги по всей стране. На этой неделе мы опубликуем места проведения митингов. Будут не просто митинги, будут шествия. И я хочу сказать следующее. Беларусы буквально за два месяца научились выводить десятки тысяч людей на улицы. 15 июня их вышло всего лишь в Минске 1600 человек, а меньше, чем через два месяца они научились выводить несколько сотен тысяч человек по всей стране, а именно в Минске, столице, 250 тысяч, 300 тысяч человек. Мы, безусловно, тоже в состоянии это сделать. Не говоря о том, что население Беларуси 9,5 миллионов человек, а у нас почти 19 миллионов человек. Поэтому мы считаем, что все эти задачи преодолимы, и мы можем добиться успеха. Мы не можем все время ныть и плакать. Мы не можем надеяться, что когда-то в той жизни им действующей политической верхушке Назарбаеву воздастся должное, и он будет наказан. Никто не знает, что с ним будет где-то когда-то. Но зато мы видим, что в этой жизни эта политическая верхушка миллиардами ворует у страны, и мы видим, что миллионы наших граждан, они безвольные, напуганные, всего боятся. Так жили вчера же белорусы. 26 лет они тоже не могли добиться смены режима, не выходили массово на улицы, тоже ждали перемен, говорили, когда же он умрет, Лукашенко, и так далее. Но это, в конце концов, ничего не дало. И поэтому они набрались духа и сил, они вышли. И мы тоже это можем сделать. Все перемены наступят только тогда, когда действительно миллионы выйдут на улицу. Ну, смотрите, как так? 80-летний старик, небольшая кучка полиции, которые живут как собственный сам народ, имеют ипотеку, кредит и так далее. Они, получается, держат в кабале 18 миллионов человек. Как такое может быть? Это может быть только тогда, когда основная часть населения не верит в свои силы, напуганные, не могут просто сделать важный шаг в стране, чтобы изменения буквально наступили немедленно. Вы все прекрасно знаете, что наша страна чрезвычайно богатая. Таких стран в мире не очень много. И мы в числе этих, таких богатых стран. Но при этом само население нищее. Сколько можно ныть и плакать? Сколько можно говорить, что мы такие ничтожные и несчастные? Сколько нужно времени быть таким ничтожным и несчастным? Надо просто сделать один шаг, не ждать, когда выйдет твой сосед. Сделать твой шаг, выйти вперед, и выйдут и остальные. Это сделали белорусы. И вот представьте себе, что в нашей стране 7,5 миллиона человек страдает от того, что взяли кредиты и не могут рассчитаться, между прочим, по вине правительства, которое вело такой бездарный карантин и миллионы людей потеряли работу. Именно по вине правительства у нас происходит девальвация национальной валюты, а многие берут кредиты, валюте и не могут рассчитаться. Именно по вине нашего правительства многие из вас не могут рассчитаться за свои ипотечные займы, вас выбрасывают на улицу, вы не можете найти работу, потому что нет работы, потому что правительство сделало так, что многие предприятия ограничены во времени или вообще запрещено работать. Такого нет нигде в мире. То, что сделали в Казахстане и продолжают делать, нигде нет в мире. И поэтому вина это прямо Нурсултана Назарбаева. И они должны за это ответить, они должны хотя бы сейчас на данном этапе компенсировать, выплатить по 100 тысяч тенге, прекратить действующий карантин и погасить кредиты нашим гражданам. Между прочим, 7,5 миллиона человек нуждается, чтобы их вопрос был решен. 7,5 миллиона человек. Назарбаев всего лишь по всей стране охраняет несколько десятков тысяч полицейских, а нас миллионы. Вы вдумайтесь, миллионы. Что нужно делать? Просто прекратить ныть. Просто выйти на митинг 25 сентября в 19 часов дня. Мы, политическая сила, демократический выбор Казахстана, объединяем требования граждан, выдвигаем их. И мы прекрасно знаем, что все это изменится только тогда, когда произойдет смена режима, только тогда, когда основная часть наших граждан прекратит пугаться, прекратит говорить, что мы не участвуем в политике, мы далеки от политики, они должны в конце концов осознать все. Все, что происходит в стране, карантин, то, что вы имеете кредит и не можете рассчитаться, то, что у вас нет работы, это как раз и есть политика. Если вы этим не будете заниматься, то все вопросы и проблемы, которые сейчас стоят перед вами, они никогда не решатся. Никогда. Поэтому, уважаемые друзья, у нас все получится. 25 сентября в 19 часов мы должны вывести как можно большее количество протестующих по всей стране, тысячи. И тогда карантин в том виде, который сейчас есть, прекратится. Тогда каждый гражданин получит по 100 тысяч тенге. Тогда спишутся ваши займы. Только тогда. Не когда вы просто будете сидеть дома и ныть на кухне. Только тогда, когда вы идите на улицу. У нас есть местные лидеры, активисты. У нас есть дата. На этой неделе мы определим места. Мы даем информацию. Распространяйте. Выходите на митинги. Действуйте. 25 сентября в 19 часов мы ждем на улицах и площадях нашей страны. Алга, Казахстан.